Без малого полтора миллиарда рублей потратил край на подготовку к отопительному сезону в этом году. Ремонт и строительство котельных, модернизация сетей, проверка на прочность для топливно-энергетического комплекса региона начнется 15 октября. Для кого заморозки и первый снег станут неожиданностью, а главное почему, Александр Ткачев выясняет на селекторном совещании. В студиях на местах главы районов, руководители теплоснабжающих предприятий. Глава региона настаивает, готовность всех служб ЖКХ должна быть не 100, 150 процентов. Кубанцы еще помнят ледяной апокалипсис января 2014-го. Прошедший январь преподнес нам серьезный урок в виде ледяного дождя. Тысячи людей по всему краю остались без света и тепла. И тогда ценой, хочу напомнить, ценой невероятных усилий нам удалось справиться с ситуацией. И технику, и людей пришлось перебрасывать в пострадавшие районы, даже из Сочи. Но самое страшное, это то, что пережили люди в течение нескольких дней. Естественно, пока шли в восстановительные работы. У нас нет с вами никакого морального права плохо выполнить свою работу по подготовке к зиме. Я еще раз напомню, что здесь персональная ответственность всех газовиков, руководителей тепловых сетей и, конечно, административных структур. По-другому быть не может. Должны все понимать, что спрос всегда здесь бывает очень жесткий. Готовность жилого фонда к зиме в районах края 90%. Теплосетей 88, докладывает вице-губернатор Вадим Лукаянов. Что касается объектов в социальной сфере, то лучше всего дела обстоят в образовании. Всего у нас объектов 2989. На подготовку их к зиме было выделено 289 миллионов рублей. Были подготовлены все 950 единиц котельных. Также хотел бы отметить начало строительства 15 новых котельных. Проведен ремонт внутренних систем отопления в 159 учреждениях. Это пример правильной, хорошей организации работы. В числе отличников подготовки к отопительному сезону Анапа, Гулькевичи, Кавказский, Тимошевский районы. А вот с аттестацией Красноармейского, Крыловского, Ленинградского и Староминского в министерстве пока затрудняются. Кое-где ремонт в котельных не завершен. Система подачи тепла непроверена. Состояние сетей тоже вызывает вопросы. Ситуация не очень радужная. Плате послушаемый Приморско-Ахтарский район. Восемь котельных сельских поселений. Работы ведутся в две смены. К 20 сентября мы их подготовим 100%. До 15.09. все потребители будут иметь паспорта готовности. Так, на контроле смотрим. Так, Тбилисский район. Из 19 котельных на сегодняшний день 5 котельных полностью отремонтированы. До конца этой недели отремонтированы будут еще две. Оставшиеся котельные будут отремонтированы до конца сентября месяца. То есть у вас есть уверенность в том, что это произойдет? Да, у нас на территории создана теплоснабжающая организация в июле месяце. В настоящий момент производят ремонт этих котельных. По мере того, как будут нагреваться батареи в домах кубанцев, будут расти и цифры за отопление в платежках. Хотя повышение уже произошло с 1 августа. В соответствии с инфляцией на законные 8,6%. Тарифы ЖКХ вопрос социально значимый, подчеркивает Ткачев. Каждый житель края должен понимать, сколько и за что он платит. А это уже во многом вопрос к управляющим компаниям, качество которых в крае, к сожалению, оставляет желать лучшего. Ситуацию, возможно, изменит обязательно лицензирование. Соответствующий федеральный закон недавно вступил в силу. Качество работы в управляющей компании. И в крае у нас около 300, но средние показатели эффективности у них ниже среднероссийских. Край на 44-м месте в рейтинге. Это не просто цифры. За этим мы прекрасно понимаем и качество услуг, и ценообразование. И считаю, что если глава лично занимается этими процессами выбора компании, контроля и так далее, вместе с правоохранительными органами, вместе с общественностью, то, как правило, ситуация значительно лучше. И понятно, что наша политическая задача с вами оставить в сфере ЖКХ только те компании, которые готовы вести ответственный и добросовестный бизнес. И, конечно, быть открытыми, прозрачными. Кроме недобросовестных управляющих компаний, есть у региональных властей еще повод для беспокойства. Большие задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ. В преддверии отопительного сезона представитель основного поставщика газа в дома кубанцев просит повлиять на задолжников, чтобы они не стали заложниками этой непростой ситуации. Мы стараемся идти навстречу. Мы прекрасно понимаем, как объективные, так и субъективные причины, которые привели к дисбалансу в платежах. Наше предложение следующее. Мы просим включить данный вопрос в паспорт готовности теплоэнергетического предприятия, для того, чтобы мы тоже таким образом стимулировали наших контрагентов для погашения имеющихся долгов. В списке неплательщиков Славянск, Крымск, Ейск, Новороссийск, Сочи глава региона требует ужесточить финансовую дисциплину. Подробный график того, как муниципалитеты намерены погашать свои долги за газ, губернатор потребовал предоставить уже к середине следующей недели. Мы когда создавали мощности, когда мы просили «Газпром», мы о чем думали? За все надо платить. Нет причин таких серьезных. Хороший урожай – это мы знаем. Хороший курортный сезон – это тоже мы знаем, который даст нам дополнительные доходы. Значит, мы на эти вещи выделим из краевого бюджета порядка 300 миллионов рублей, для того, чтобы балансировать все те вопросы, которые не под силу районам. Но напоминаю о персональной ответственности главы администрации. Эти заложенности образовывались при вас, при вашем попустительстве. Значит, отвечайте за них. Вне зависимости от погоды, нынешняя зима будет особенной. Кубань – ближайший сосед Крыма. На это внимание руководителей служб обращает Александр Ткачев. Новый российский регион не застрахован от разного рода сюрпризов со стороны Украины, в виде отключения света или воды, например. И в случае чего свои резервные мощности край предоставит одним из первых. Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Пскаленко, 9 канал, Краснодар.